1 марта Управление культуры муниципального образования Кашхаблицкий район и Центр народной культуры провели районы конкурс «Лучший культроботник-2018» в рамках проводимого в Российской Федерации года театра. Отборочные туры проходят в культурно-досуговых учреждениях в каждом сельском поселении. Культроботникам нашего района предстояло соревноваться в таких номинациях, как «Я культроботник», «Будем знакомы» и «Скрыталантов», «Весь мир театр». Достойно показав себя в каждой номинации, участники конкурса претендовали на призовые места. По результатам конкурса итоги таковы. В первой степени стала Альбина Упчежокова, филиал СТК «Аула Хачимзи». Желаем победителю достойно представить наш район на региональном уровне. Совсем недавно в Ростове прошел седьмой международный конкурс-фестиваль «Звездная фиеста», в котором активное участие приняли девочки из ансамбля адыгского танца «Жоробен» из «Аула Хачимзи». О готове у детей художественный руководитель Альбина Упчежокова. В конкурсе приняли участие более 80 коллективов со всех уголков страны. С такими достижениями детей приехал поздравить глава района Заур Хамирзов. В своем обращении он пожелал коллективу и дальше занимать призовые места в конкурсах и пообещал всестороннюю поддержку. К нам сегодня приехал Заур Аскарбеевич, глава нашего района, чтобы специально поздравить вас. За активное участие в районных и республиканских культурно-досуговых мероприятиях и творческие успехи, почетными грамотами и денежными призами был награжден детский хореографический коллектив «Жоробен» в следующем составе. Благодарность за весомый вклад в развитие искусства и активное участие в работе по эстетическому воспитанию детей была вручена и художественному руководителю Альбине Упчежоковой. Уже второй год на территории Бличепсинского сельского поселения проводится фестиваль национальных видов спорта «Народные игры», организованный Комитетом Республики Адыгея по делам национальности, связям с отечественниками, средствами массовой информации, а также Адыгейской Республиканской общественной организацией «Федерация рукопашного боя, панкратиона и боевых единоборств». Основной целью фестиваля является пропаганда национальных видов спорта и здорового образа жизни, военно-патриотическое воспитание молодежи, укрепление межнациональных связей на юге России, а также возрождение национальных видов спорта и забав. Это у нас фестиваль национальных видов спорта и состязаний народа Северного Кавказа, который проводится у нас в Адыгее уже не первый год. В ходе мероприятия молодежь могла не просто увидеть, но и участвовать в таких традиционных адыгских состязаниях, как Шозебан, Хачхаз, Псагауан, Цальдау и так далее. Отметим, что подобные мероприятия служат верным источником знания о традициях прошлого, с одной стороны, с другой, еще одним способом проверить свои физические возможности, навыки и умения. В Адыгее открылся международный фестиваль адыго-абхазских театров «Кавказский миловой круг». Наша республика собрала театральные коллективы из Турции, Абхазии, Южной Осетии, Карачаева-Черкесии, Чечни, Ингушетии, Северной Осетии, Алании, Дагестана. Естественно, в фестивале будет участвовать и театральный коллектив из Кабардино-Балкарии. В понедельник артистов Государственного Кабардинского драматического театра имени Шагинсукова первым в Адыгее встретил Кашхабльский район. Коллектив театра тепло приветствовал глава района Заур Хамирзов. Следует отметить, что кабардинские артисты уже не первый раз приезжают в нашу республику. В рамках национального проекта программы «Культурная среда» начался капитальный ремонт здания Дома культуры Дмитриевского сельского поселения. Долгие годы там не было отопления и других необходимых условий для работы. Благодаря содействию главы региона Мурата Кумпилова, сельский дом культуры поселка Дмитриевский был включен в эту программу. Эта программа называется «Нацпроект. Культурная среда. Министерство культуры». С первых дней ход ремонта контролирует администрация Кашхабльского района. 4 июля глава района Заур Хамирзов вместе со своим заместителем Русланом Ямыковым прибыл в ДК поселения и лично осмотрел здание. Всего в рамках проекта на капитальный ремонт здания выделено более 5 миллионов рублей. Общая площадь составляет 198 квадратных метров. В этом зале присутствуют и все ее друзья. Ее семья, коллеги и, главное, те, кому она посвящает слова, сказанные когда-то великой Эдит Пиаф. «Я пою не для всех, я пою для каждого». Именно так живет и поет наша Аминат. Только она может вызвать такие бурные, искренние эмоции у своего зрителя, ибо энергетика, которая исходит от нее, подобна творческой волне, захватывающей, захлестывающей каждого. Итак, встречайте! Аминат Шкаловежева! Аминат Шкаловежева! Сегодня в этом зале присутствуют те, кто самым внимательным и доброжелательным образом относится к работникам культуры, к тем, кто приносит людям радость. И, конечно, юбилей ярчайшей артистки района не мог остаться без внимания. Я приглашаю на сцену глава администрации муниципального образования Кашикабульский район Хамирзова Заура Аскорбевича. Кашикабульская земля вообще очень щитрана, талантливых людей. И вот одним из таких талантливых людей является Аминат. Что можно ей пожелать? У нее замечательная семья, сын, внучки, здоровье, счастье и благополучие. Аминат, выгибши, 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 выгибши. Ведение не мог идти с пустыми руками. Министерство культуры Республики Ададея награждает почетной грамотой Аминат Казбековну в связи с юбилеем и многолетним творчеством. Вот замечательная награда министра Аудио. Естественно, наша районная грамота, ну и цветы. С юбилеем, правильником. Спасибо. Спасибо за просмотр, Ильич. Слово предоставляется руководителю аппарата Государственного совета ХАС и Республики Ададея, сделшему Айтамиркану Джамбековичу. Добрый вечер, уважаемые приглашенные. Вот я тоже хочу присоединиться к сказанным. Вимыч, я тебя давно очень знаю, я очень с хорошей стороны позитивно. Я так даже сказал, что женщина цунами, потому что от тебя только идет добро, позитив, хорошее настроение, и ты появляешься всегда у меня, всегда хорошее настроение. Так что я что хочу сказать, я точно так же могу гордиться, что я давно знаком с вами, с вашей семьей, с родителями, как полем. Так что вы состоялись как женщина, в первую очередь, как дочка, как жена, как бабушка. Так что что я хочу пожелать? Женство и счастье, пускай она никогда вас не покидает. И счастье, пускай никогда не покидает ваш дом. Спасибо. Доброе счастье. Спасибо. За многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие культуры и искусства Республики Альгея объявить благодарность Государственного Совета Кассы Республики Альгея покаживает Аминат Казбековню. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Летом прошлого года в Ходзинском сельском поселении началось строительство нового дома культуры. Так как этот вопрос уже многие годы волнует и руководство района, и жителей поселения. Потому что прежнее здание уже давно пришло в негодность и не отвечало современным требованиям. До конца следующего года в Кашхабском районе появится новый очаг культуры общей площадью более тысячи квадратных метров на 300 мест. Программа устойчивого развития сельских территорий по программе строится дом культуры на 300 мест в Олихуц. Начало 1 июля 2018 года, а конец планируется по контракту. Это в ноябре 2020 года. В культурной жизни Дмитриевского поселения и Кашхабского района в целом произошло долгожданное и знаменательное событие. Открылся сельский дом культуры «Хутора Дмитриевск», после реконструкции превратившийся в современный сельский центр культуры, отвечающий новым стандартам качества. В рамках регионального проекта обеспечения качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры под программой развития культуры, искусства, художественного образования и архивного дела государственной программы субъекта Российской Федерации развития культуры на 2014-2021 годы проведен ремонт всего здания, восстановлена отопительная система, проведены коммуникации. Здание оснащено необходимым материально-техническим оборудованием, облагорожена прилегающая территория. В торжественной церемонии открытия ДК участвовали министр культуры Республики Адыгея Юрий Аутлев, глава Кашхабского района Заур Хамирзов, председатель Совета народных депутатов Александр Брянцев, взрослые и юные жители «Хутора». Почетное право перерезать красную ленту было предоставлено министру культуры Юрию Аутлеву и главе Кашхабского района Зауру Хамирзову. Несколько разноцветных залов, высокоскоростной интернет, плазменные телевизоры – это не описание парка развлечений, а первая в Адыгея детская модельная библиотека. Начиная с этого дня у маленьких жителей райцентра появится возможность пользоваться новыми библиотечными и информационными технологиями. В преддверии открытия детской модельной библиотеки была проведена большая организационная работа. Разработан дизайн помещения, проведен ремонт, подобрана и приобретена новая мебель, по-новому размещен и книжный фонд. Одним словом, сотрудники Управления культуры района и Централизованная библиотечная система приложили большие усилия для создания комфортной библиотечной среды. В открытии первой республики детской модельной библиотеки приняли участие министр культуры Республики Адыгея Юрий Аутлев, глава Кашхабского района Заур Хамирзов. На мероприятии присутствовали сотрудники Национальной библиотеки Республики Адыгея, работники Управления культуры района, Централизованной библиотечной системы, а также их коллеги из разных районов. Почетное право перевязать ленту и открыть работу новой модельной библиотеки предоставили министру культуры Республики Адыгея Юрию Аутлеву и главе Кашхабского района Зауру Хамирзову. В целом в новой библиотеке созданы комфортные условия для юных пользователей и их родителей. Организованы игровые зоны, зоны отдыха и чтения, мастер-классов, театральная зона. Появилась возможность предоставления услуг с помощью интернета. Это доступ к электронным каталогам, электронным базам данных и получение любой информации в быстрой и доступной форме. В обновленной модельной библиотеке можно не только окунуться в мир книги, но и позаниматься творчеством, получить новые знания и умения. Открытие детской модельной библиотеки – значимое событие как в жизни юных жителей района, так и для библиотечного сообщества. Ведь этот прекрасный осенний ноябрьский день ознаменован прекрасным событием. Юбилейной датой нашего всеми любимого, доброго, солнечного и яркого человека с честью и достоинством, несущая гордое звание работник культуры – Адама Карданова. Он молод, красив, талантлив, настоящий профессионал в работе и настоящий друг. Ему сегодня 35 лет, из которых он 30 на сцене. 35 лет, замечательный возраст, жизнь только начинается. Лучший культработник республики Эдегея. Талантлив действительно красив, умен, одновременно скромен. Что можно пожелать молодому, успешному человеку? Я считаю, что он успешен. Творческих успехов, здоровья тебе, твоим близким, благополучия, счастья. Спасибо всем тем, кто организовал сегодняшние мероприятия. Именно так мы должны относиться к своим людям. За добросовестный труд и значительный вклад в развитие национальной культуры и искусства Республики Эдегея объявить благодарность государственного Совета Казы Республики Эдегея Горданову Адаму Амирьевичу. За значительный вклад в развитие культуры Кашихабльского района и Республики Эдегея Почетной грамотой Совета Народных Депутатов награждается Адам Горданов. Ваши аплодисменты! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!